У меня там и сейчас, допустим, название семь, которые я хочу одновременно сделать, и не могу выбрать, да, значит? Ну да, мы все. Но в молодости я помню, ну просто ты хочешь завоевать место под солнцем, это же профессия, ты же приходишь для того, чтобы выцарапывать место под солнцем, это конкурентная среда. Ну как можно прийти в театр, где тебе готовы, в принципе, тебя слушать? Я помню, как я со своим гидисовским спектаклем, значит, с этими голимыми приглашениями, значит, сам печатая их на каком-то где-то, в какой-то, значит, на красивой бумаге, в какой-то фотолаборатории, последние деньги на это тратя, разносил их по секретарям московских театров, значит, да, где-то пытаясь оставить, то на вахте, вы, пожалуйста, передайте, вы, пожалуйста, вот есть такой бобчинский и добчинский, значит, я хочу где-нибудь поставить. И мне еле-еле мой педагог по сцене речи Промтова, Ирина Юрьевна, которой я бесконечно благодарен, сорганизовал встречу с Яшиным в театре Гоголя, тогда возглавлявшем театра Гоголя, который тоже ученик Гончарова, сказав ему, ну это вот Андрей Александрович скончался, это последний его курс, ну вот ученик он, на мой взгляд, может, вот попробуйте, да, сделать. Дальше я, друзья, я сам работал год на всех работах, чтобы принести еще деньги, тогда в театре совсем было все в упадке, значит, и какие-то деньги свои влить в эти декорации, которые я заработал. И я еще лет пять бегал и просил взять себя на работу, лет пять, хотя я сделал неплохой спектакль там на малой сцене, вслед в рамте сделал у Бородина на малой сцене, и какую-то жуткую антрепризу, которая сейчас до сих пор 20 лет прошла, она играется. Я лет пять назад туда зашел, первый пять, ну посмотрел, меня чуть не стошнило, я ушел, да, но это тоже был опыт, потому что надо было и деньги зарабатывать, попробовать со звездами поработать, и т.д. и т.п. То есть я не чурался работать, работать и впахивать, да, я хотел, я хотел завоевать место, и, конечно же, ну как, я прихожу и я хочу поставить это, с кем? А вот с тем-то и с тем-то, вы знаете, ну вот я уверен, что, или вот у вас такой артист сыграет главную роль, этих я еще не знаю, но я сделаю, и вот у меня глаза горят. Нет, вы знаете, нам это название интересно, а есть ли у вас что-нибудь там из русской драматургии? Вот, пожалуйста, я могу сделать это, да? Добрый день, друзья и не другие. Я, честно говоря, не понимаю негативную реакцию на Константина Богомолова у многих зрителей, не берусь оценивать у большинства или у меньшинства, в общем, не занимался такого рода социологией. Но по комментариям понимаю, что он очень многих раздражает, и к нему симпатию от них не все испытывают. Так сформулируем. Я для себя это могу объяснить только тем, что, возможно, на него экстраполируют негативные отношения к Ксении Собчак, его жене. Хотя, может быть, кому-то не нравится то, что он делает на сцене. Я не театрал, и я не берусь оценивать его как театрального режиссера. Я могу о нем сказать только как о собеседнике, как о госте программы. С ним интересно. Он не уходит от каких-то некомфортных вопросов. Достаточно самоироничен. У него хорошая реакция. И мне он как собеседник интересен. Еще раз повторюсь. Не понимаю, почему к нему некоторые... Опять же, не возьмусь утверждать, большинство или меньшинство, но, скажем так, некоторые зрители, ну вот, испытывают, прямо скажем, неприязнь. То есть, понятно, что всем не угодишь, и вообще нет такого социально значимого персонажа, который нравился бы всем, или, напротив, всем бы не нравился. То есть, всегда есть за и против, но такое впечатление, что в случае с Богомолом вот этот негатив, он как бы превалирует. Не понимаю. В детстве вы кем себя видели? То есть, ну, все же мальчики, девочки мечтают, что они станут... Писателем. Писателем. В 15 лет опубликовали свои стихи. Ну, скажем так, да, в осознанном возрасте, не там в 7 лет, когда хотелось мороженое продавать, чтобы было много его всегда. А в осознанном возрасте я мыслил себя, конечно, писателем. Я мечтал, что в 2000... Ну, это же была еще и амбиция, это же всегда детские амбиции безумные, стать великим писателем. Мне хотелось в 2000 году получить Нобелевскую премию. Спасибо. Спасибо.